Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это прохождение, вторая часть Starship Simulator. Собственно, планета Земля. Мы в нашей Солнечной системе, и как я обещал вам, что в следующей серии мы с вами посетим какие-нибудь миры и планеты, где, возможно, есть жизнь. Попробуем сегодня найти эти звезды, эти уникальные миры. Мы так привыкли к своей планете Земля, то она маленечко нам поднадоела. Так, ну, поднадоела здесь, в игре, в симуляторе. Короче, погнали. Я тут уже настроился на звездную систему. Ближайшие звезды, которые находятся к нам. И сейчас мы посмотрим на каких-нибудь известных звездах. Посмотрите, сколько их здесь, огромное изобилие. Найти какую-нибудь звезду, где, возможно, есть жизнь. Давайте посмотрим. Итак, мы берем Stellar Region. Наверное, надо увеличивать световые года, астрономические единицы. Так, короче говоря, берем расстояние выше. Так, если мы увидим какую-нибудь звезду, похожую на нашу, мы можем, в принципе, посмотреть, какие там есть планеты. Давайте пощелкаем, давайте их посмотрим. Каптейн. Звезда Каптейн. Оу, найс. Вот это повезло, обратите внимание. Вот это, видите, Terrestrial Planet. Зеленым огоньком горит. Так, координаты. Орбитальная дистанция. Звезда. Насколько от нас находится? 12, ну, почти 13 световых лет от нас. В принципе, судя по тому, что находится от нас на расстоянии 4 световых лет Альфа Центавра. Каптейн, ну, в три раза, ну, в принципе, давайте просканируем. Может быть, сразу к этой планете, да? Давайте выберем ее. Скан. И забьем координаты в наш звездолет. Сейчас посмотрим, где она находится. Звезда Каптейн. Я не вижу ее. Блин, в таком изобилии. А, вот она, вот она. Так, Каптейн. А мы здесь. Солнце. Мы пролетим через Альфу Центавру. А еще мы пролетим, по-моему, через Сириус. Отлично. Ну что же, давайте, ладно. Садимся. Забиваем координаты в наш звездолет. Ставим автопилот. Направляем. Включаем двигателя на полную мощь. Скорость должна быть колоссальной. Может сбегать пока за шампанским? Давайте сбегаем пока за шампанским. Мы сейчас найдем первую планету с жизнью. Это колоссально. Офигенно. Собственно, да. Я все жду того момента, когда... Посмотрите, есть лифт. Жду того момента, когда игрушка выйдет в стиме полностью. И будет намного более функционально, чем сейчас. Так, бармен. Пожалуйста, пару пива, пару шампанских. Ну и что, у тебя еще здесь лучшее вино, наверное. Офигенно. Офигенно. Или все-таки взять шампанское? Давайте возьмем шампанское. С полными фанфарами будем встречать новую планету. Сделаем открытие. Офигенно. Целых две минуты. Девять цветовых лет почти лететь. А что по скорости? Так, шампунь тут. Что по скорости корабля? Давайте посмотрим. Ох, прилично. Два миллиарда... Шестьсот двадцать девять тысяч километров в секунду. Да, или два миллиона, скорее всего. Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч километров в секунду. Представьте, какая это просто огромная, на и огромнейшая скорость. Кстати, проблемы с выключением электричества у меня пока не было. Я тут побаловался и кое-что нашел. Смотрите, оп. Видите, помните, да? Я говорил про щит. Про тонировку. Если находишься рядом со звездой. И, кстати, чтобы тебя не слепило, и через этот щит оно смотрится намного лучше. Так. Десят три секунды. Можно брать шампанское в руке. Да. А перевернуть можно как-то? Нет, видимо. Эй. Да, блин, берись ты уже. Во. Нормально. Надеюсь, когда я его... Давайте растрясем как следует. Растрясем как следует. Надеюсь, когда я, блин, его открою, фюзеляж нашего корабля не пробьет пробка из-под шампанского. Иначе это будет... Ой, как очень плохо. Ой, как очень плохо. Разгерметизация, шлюза и все прочее. Так. Мы сразу к планете, интересно, летим или что, или куда? Кстати, интересно, сколько у этой звездной системы планет. Сейчас посмотрим, короче. Так, пролетаем. Пролетаем звезду. Ух ты, бог ты. Невероятно. Посмотрите, как она похожа просто на планету Земля. Невероятно. Колоссально. Живой мир. Новый живой мир. Ну что же, поздравляю, друзья. Мы нашли планету с жизнью. Но, да, мы не одни в этом бесконечном космосе. Короче, все. Хорош. Загончили. Блин, как же это классно смотрится. Все-таки графика в этой игре сделана, блин, настолько великолепно. Даже, по-моему, HD-прорисовка. Посмотрите, вон там горы, холмы, еще что-то. Это каньоны, вода, блин, облака. Невероятно. По факту это выглядит очень классно. Так, надо чекнуть систему. Надо чекнуть систему. Так. Давайте. Так, старсистем. Вот она. Пять астрономических единиц. Так, одна астрономическая единица. Приблизим. Приблизим. Так, собственно, вот наш корабль. Раз, два. Две планеты достаточно близко расположены к звезде. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь планет. И, кстати, что-то я не заметил. Девять. Один газовый гигант. Оу. А вот здесь зона жизни. Обитаемая зона, да. Так. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так. Даже посмотрите, сколько здесь планет. Три. Шесть. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Три газового гиганта и девять планет с поверхностью. Невероятно. Каждую планету можно прощупать, почуять и посмотреть, что она из себя представляет. Сто тридцать два градуса. Так понятно. Здесь очень жарко. Та самая планета, к которой мы прилетели. Так. Жизнеподобная. Физические характеристики. Радиус семь тысяч шестьсот тридцать четыре километра. Так. Масса восемь. Точка ноль три. Гравитация. Почти земная. Ноль точка девяносто четыре. Температура сорок четыре градуса. Ох. И ей всего три с половиной миллиарда лет. Это прямо изюминка, я вам скажу. Это нам прям вообще прям повезло. Остальные планеты я чекать не буду, смысл не знаю. А вот подлететь к этой планете. Давайте попробуем поуправлять кораблем сейчас. Так. В верхние слои атмосферы будем входить. И давайте где-нибудь выберем сейчас такое интересное место где-нибудь вот там над теми горными образованиями. Блин, ну качество, конечно, прорисовки просто бомбезное. Так, развернем корабль. Еще. Так. Да, наберут. Хватит. Наверное, можно ускориться даже. Поднажми, поднажми. Нажми тапочку побыстрее. 10%. Во, от 10%. Ага. Блин, представляете, в будущем в этой игре связь с пришельцами, с теми организмами, которые могут здесь быть. И тебе нужно будет с ними еще как-то найти диалог. Договориться. Чтобы тебя не уничтожили. Прием, прием. Кто на связи? Есть кто-нибудь? Конечно, возможно, на планете нет каких-то разумных существ, а какие-нибудь животные, не знаю, по типу, знаете, блин, динозавров. Не пролететь сквозь планету. Вот так оттормозимся. Еще раз вернем. Отлично. Теперь, наверное... Блин, отсюда такой вид просто открывается невероятный. Блин, интересно, есть у этого корабля какие-нибудь уровни, где можно посмотреть, знаете, панораму прям полную целую? Чуть пониже выровняем вправо. Еще правее. Еще правее. Вот так. Так, по-моему, мы вошли уже в атмосферу. Входим, да, супер. Нижние слои облаков. И почти на поверхности. Так, ну, это пока что так прорисовано. Да, игра не наделана. Но, собственно, нам обещали прямо-прямо. Вау. Будем ждать. Будем ждать. Надо тормозить. Все. Останавливаем. Все. Пойдем смотреть. Пойдем зырить. Пойдем смотреть. О-о-о. Блин, если дальше будет прорисовка просто, блин, супер HD качество, то это будет просто колоссально. Так. Трен вниз и корабль влево. Во. Супер. Блин, да, там океаны, там вода. То, что потрясывает, потряхивает, так не обращайте внимания. Это пока баги. Это пока баги. Давайте спустимся в кафе, наверное, в какой-нибудь, в ресторан. Как бы это могло бы выглядеть. Давайте глянем. Ща посмотрим. Сидишь такой, любуешься видами, да, турист. За борт смотришь, другая планета. Такой офигеваешь маленько. Че, серьезно, блин, как? Ну-ка. Ну, если в дальнейшем будет возможность опускаться просто на поверхность планеты, садиться, то это будет просто топчик. Просто топчик. Сколько здесь уровней, блин, невероятно. Посмотрите. Я уже даже не знаю, какой это этаж. Кстати, кто-то доходил до... До реактора. Воу! Куда я, блин, провалился? Это как? Это как я так? Подождите. Это кто еще? И кто? Здрасте. Кто? Это боты? Это... Да ладно, в реакторе работают боты. Это NPC. Блин, это классно. Офигеть. Тут все-таки NPC уже есть на этом этапе? О, блин, посмотрите, какой просто огромный, я не знаю, ядерный атомный реактор. Че-то с ним не в порядке. Ну-ка, коннект. Оу. Че-то у нас тут вообще не целиком все работает, я не знаю почему, но я, короче, все повключаю. Вот, поэтому и нужно брать еще на борт с собой пару людей, которые отвечать будут за инженерику. И, блин, реактор-фит в смысле? Коннект. Тест. Все. Вроде good. Блин, как с этим тут вообще справляться? Че это все значит? Я не понимаю. Температура реактора. Старт. Ну-ка, давайте остановим реактор. Ой. Оу. Надеюсь, с нами все нормально, мы не провалились куда-нибудь в текстуры. Блин, ну это круто. Мы, короче, смотрите, мы нашли сегодня планету с жизнью. Это круто. Мы увидели, что здесь есть уже NPC, бот какие-то определенно, да. Блин, это кайф. Слушай, а как подняться наверх мне обратно? И мне, походу, отсюда выхода нет? Нет, есть лестницы. Блин, как шумно все шумит этот гребаный реактор. Давайте выбираться. Блин. Куда идти-то? Че делать-то? Походу, вот здесь я, походу, застрял и встрял. Я отсюда уже никуда не могу выйти. Здесь определенно нету какого-то лифта, входа или еще что-то в этом роде. Ну-ка, давайте спрыгнем. Командный блок. Ик. Пролезем. Оу, я на реакторе. Я остался жив. Нет. Я разбился, я погиб. Серьезно, так можно было? Короче, ладно, палец вверх, подписка на канал. Я реактор для вас. Продолжение следует.